Зверинцы, в которых в неволе содержались дикие животные, были известны уже в Древнем Египте, Китае, Вавилоне и Сирии. В зоологических садах Египта эпохи Птолемеев животные уже не просто содержались, но и были объектом наблюдений. В 1462 году французский путешественник Жильбер де Ланоа, проезжая земли Великого княжества Литовского, отметил в своем дневнике. Подвильно есть парк, огороженный, в котором находятся всевозможные виды диких животных и зверей, каких только можно найти в лесах и на охотах туземных. Спустя много лет понятие такое, как такое учреждение, как зоопарк, прочно вошло в быт людей, а на его посещении выросло не одно поколение. Говорить о столичном зоопарке будем сегодня в ток-шоу «Полезный диалог», которое выходит, как всегда, по будням. Однако с нового сезона уже не в 13.05, как раньше, а на час позже. Меня по-прежнему зовут Андрей Ковалев, а мой сегодняшний собеседник – методист Минского зоопарка Наталья Мыслейко. Добрый день. Добрый день, Андрей. Добрый день, минчане. К нашим слушателям я обращаюсь. Друзья, вы можете присылать свои вопросы гостю по теме в прямой эфир в виде смс на номер 3377, либо озвучить их в наших группах ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбук. Помимо этого, смотрите нас прямо сейчас на нашем YouTube-канале в режиме видеотрансляции. Итак, что же такое зоопарк? В Википедии – это учреждение для содержания животных в неволе с целью их демонстрации, сохранения воспроизводства и изучения, в том числе и научного. Звучит довольно грустно, особенно для братьев наших меньших. Вы тоже так думаете? Вы знаете, существует очень много действительно мнений по этому поводу. Но нужно сказать, что наш зоопарк и не только наш зоопарк. Мы обмениваемся животными теми, которые уже много лет живут в зоопарках и их потомство. То есть это несколько поколений тех животных, которые живут в зоопарках. И если мы их сейчас просто возьмем и выпустим в живую природу, они просто-напросто не выживут, потому что они не умеют добывать себе еду, потому что они всегда готовы, что им принесут пищу, что их защитят от холода. То есть вот как-то так. Минский зоопарк. Вот давайте небольшой такой кратенький экскурс в его историю проведем. Когда основан и почему именно в Чижовке? Наш зоопарк основан 9 августа 1984 года. То есть в этом году мы отметили 32 года. За это время, естественно, зоопарк у нас изменился, разросся. Ну а почему именно в Чижовке? Потому что зоопарк был открыт в день 40-летия Минского автомобильного завода. И он открывался как зооботанический сад Минского автомобильного завода. Ну вот в 1987 году Минский зоопарк получил уже статус государственного учреждения культурно-просветительского Минский зоопарк. Поэтому вот с этого момента мы носим такое звание. На сегодняшний день сколько животных и видов животных у вас содержится? На сегодняшний день наш зоопарк вырос до более чем 500 видов животных. Это примерно 2500 особей. Ну мне сложно так представить, но звучит довольно-таки солидно. Ну да, солидно. Поэтому, ну, в общем-то, что можно сказать? У нас вот недавно, в прошлом году, открылся такой павильон экзотических животных. Павильон фауны Южной Америки Экзотариум. И только в нем у нас содержится 80 видов животных. Он носит название, напомните, Оренока. Это приток реки Амазонка, поэтому мы решили вот назвать так красиво его. Далее. Какими новыми питомцами пополняетесь и как часто это происходит? На вашей памяти. Ну вот в прошлом году у нас было очень много завезено животных. Именно по той причине, что мы открывали этот большой павильон. В этом году у нас как бы немножечко затихло. Но, тем не менее, мы сейчас ведем переговоры по поставке викуний. Это ламы. Но немножко другого вида, не те, которые мы привыкли уже видеть в нашем зоопарке. И очень нам хотелось бы видеть в своей коллекции двупалых ленивцев. Это приматы. По поводу их приобретения тоже ведутся переговоры. И мы очень надеемся, что наши минчане в скором времени увидят этих замечательных животных. Я думаю, как минчане, так и гости нашего города. Конечно, конечно, однозначно. Так и туристы. Конечно. Вообще интересно, можно ли так было отследить эволюцию вашего зоопарка? Допустим, лет 10 назад человек пришел, и он видит изменения. То есть ему постоянно, по сути, интересно ходить. То есть постоянно что-то обновляется, процесс кипит. Конечно. Когда открывался наш зоопарк, как зооботанический сад, было всего несколько вольеров. И у нас как бы сейчас даже зоопарк делится на новую и старую территорию. То есть вот старые территории – это старые вольеры. Но тем не менее, на сегодняшний день они тоже облагораживаются, строятся новые вольеры для животных, более обширные. Ну и, конечно же, строительство новых павильонов. Павильон «Экзотариум» строился у нас, правда, 8 лет. Но тем не менее, это нужно было время еще и для того, чтобы создать определенную коллекцию животных, которые на сегодняшний день у нас уже есть в «Экзотариуме». Ну и в последующем, значит, у нас в перспективе сейчас запланировано строительство комплекс, точнее, павильонов «Полярный мир». И мы думаем, что, может быть, не через 8 лет, конечно, может быть, и раньше, опять-таки, менчане и гости нашей столицы увидят белых медведей, моржей, пингвинов Гумбольта. Очень часто нас спрашивают, у вас есть пингвин? Ну, пока что нет, но очень надеемся, что скоро будут. Ну, то есть уже, так можно сказать, всех, ну, грубо говоря, вот все сферы, все места обитания уже будут практически охвачены. То есть Южная Америка есть, вот теперь еще планируется. Да, частично есть у нас Африка, то есть Африка представлена у нас нашим прайдом Львов, Алексом, Кисой и Златой. Ну, и вот, да, теперь уже и «Полярный мир» мы планируем. Мы будем расширяться, тем более, что нам подписаны 42 гектара земли, у нас есть куда расширять свои возможности. Да, и вот я хочу сказать то, что помимо экзотариума у вас еще на вашей территории находятся дельфинарий и динопарк. Абсолютно верно. В 2010 году был открыт дельфинарий, и в прошлом году мы открыли парк динозавров, не динопарк, а мы его называем парк динозавров. Дельфинарий проводит свои представления три раза в день. Это на 12, на 3 и на 6 часов. В прошлом году была запущена программа такая, как на вечерний сеанс на 6 часов вечера по субботам. Шоу. И очень много народу приходили к нам, смотрели на это прекрасное шоу. Там и лазерное шоу присутствовало, и выступления артистов, и, конечно же, выступления наших ластоногих, в том числе и дельфинов. Сейчас в дельфинарии выступают дельфины, моржи, вернее, котики. И там на сегодняшний день есть еще и белуха. Ну что ж, Наталья, продолжим о Минском зоопарке говорить после небольшой паузы. Друзья, присылайте свои вопросы нашему гостю в виде смс-сообщений на номер 3377, а также в группах Радиус ФМ в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. 14 часов и 19 минут время Минска. Это ток-шоу «Полезный диалог». И сегодня говорим о Минском зоопарке вместе с его сотрудницей, методистом Натальей Мыслейко. Присылайте свои вопросы в эфир, а он практически всегда у нас прямой. Можно в виде смс-ок на номер 3377, а также в группе Радиус ФМ в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Ну что ж, с вопросов и начнем. ВКонтакте Ирина Баркова нам написала, сначала она написала такой, ну не вопрос, скорее отзыв. Она написала «Я так давно не была в зоопарке, это что-то из детства». При слове «зоопарк» сразу возникает много воспоминаний детских. В зоопарке мы, и мы взрослые, становимся опять детьми. Признаться честно, не была в Минском зоопарке, но совсем яркое впечатление оставил зоопарк города Калининграда. Я родилась в этом городе и часто бегала туда. Сейчас детки в клетке что-то грусть навевают. Жалко, в общем, решила, видимо, что пока не пойдет. Но, тем не менее, далее она же спросила, а что еще находится на территории зоопарка? Есть ли у вас в плане инфраструктуры кафе, качели? Наталья? Конечно. У нас на территории зоопарка работают игровые площадки. То есть там и кинотеатр 5D можно прийти посмотреть, и в то же время и карусели для детей. Есть кафе быстрого питания, где можно с удовольствием перекусить. Есть у нас горячая выпечка, есть у нас мороженое в жаркие дни. Это было очень актуально. Квас, коктейли. То есть все это находится на территории. Также можно покататься на прогулочном паровозике по территории зоопарка. Ну и, конечно же, на наших лошадках, на коне и поне. За это платят у нас наши посетители всего 3 рубля. И любой, кто хочет покататься на лошади, может проехать круг по нашей территории. То есть есть чем заняться и как детям, так и взрослым, в принципе, семейным. Да. Кстати, еще у нас можно на сегодняшний момент взять лошадь в аренду, как это говорят. Но нужно для этого предварительно перезвонить нашему тренеру, с которым вы назначите время встречи, дату встречи. И, получив инструктаж, вас тренер обучит первым азам общения с лошадью. И, естественно, вы 45 минут чистого времени будете находиться на ливаде, будете выполнять определенные упражнения. То есть получите некие навыки первоначальной верховой езды. Наталья, мы в первой части говорили то, что у вас видов очень много. А вот каких животных у вас можно отнести, так скажем, к гордости вашего зоопарка? И какие краснокнижники у вас обитают? Ну, на сегодняшний день у нас практически вся коллекция состоит из краснокнижных животных. Не только Красной книги в Беларуси, но и Международной красной книги. Поэтому я считаю, что вся наша коллекция – это наша гордость. Ну, и, конечно же, нужно сказать о наших краснокнижных животных, нашей Беларуси. Символ, символ Зубр, конечно же. Символ, естественно, это Зубр. У нас живет Зубр-барон и молодая телочка-муладка. На сегодняшний день они находятся вместе в вольере. Они очень дружны, потому что барон ее с малого возраста, так сказать, и защищал, и ухаживал за ней. И на сегодняшний день вот она подросла. И мы надеемся, что из них сложится прекрасная пара, которая будет давать пополнение нашему зоопарку. А если брать самых экзотичных животных с разных уголков планеты, вот перед эфиром я узнал то, что у вас, например, есть копибары. Я читал про это животное, читал, что оно обитает вообще только в Южной Америке, где-то вот в Амазонии. То есть его, в принципе, вот можно отнести. Ну, вы знаете, Андрей, если брать вообще экзотических животных, то практически для нас, белорусов, все, что не на нашей полосе, это все экзотика. Все, что на других континентах. Да, все, что на других континентах, тем более. То есть вот я говорю, у нас в нашем Ореноке 80 видов экзотических животных. То есть это те животные, которые теплолюбивые. И вот если копибары у нас, допустим, раньше можно было видеть за стеклом в теплом вольере, иногда мы их убирали в более утепленные, и наши посетители не могли их видеть, то на сегодняшний момент в экзотариуме они находятся практически рядом, тоже вот в непосредственной близости. И так можно сказать и о других животных. Ну, а те экзотические животные наши кошки, те же ягуары, несмотря на то, что они это южноамериканские животные, они очень хорошо переносят нашу, ну, будем так говорить, мягкую зиму, с удовольствием выходят на снег, с удовольствием играют на снегу. Те же самые пумы. У нас в коллекции есть черный ягуар. Это подарок Тбилисского зоопарка. В общем-то, даже те же самые львы африканские, они с удовольствием выходят на снег и чувствуют себя довольно-таки превосходно. Вот в этой связи у меня такой вопрос. Пока у нас на дворе еще относительно тепло, ну, не берем сегодняшний день, такой сырой. Первые осенние месяцы все же, ну, вот уже не за горами и первые холода. Да. Несмотря на то, что, как вы выразились, у нас тут довольно теплая зима, но все равно интересно, как вот зимуют животные и работает ли зоопарк зимой? Обязательно. Мы работаем все дни в неделю. У нас нет выходных, но животные каким образом у нас зимуют? Естественно, наши зоотехники, наши киперы, это рабочие по уходу за животными, они готовят вольеры, они готовят домики для укрытия, утепляют их. Допустим, вот если брать тех же самых верблюдов, несмотря на то, что они и жару, и нашу температуру переносят спокойно, для них засыпают опилки между стенками домика для того, чтобы не было сквозняков. Ну, и других теплолюбивых животных, допустим, таких, как обезьян, они у нас уже перекрываются и не выпускаются на улицу, а находятся в теплых помещениях. Но, опять-таки, они находятся за стеклом, и наши посетители свободно могут за ними наблюдать. А как организуется уход за другими животными? То есть, я так понимаю, каждое животное, оно не оставлено без внимания? Конечно, конечно. Другие, значит, уход каким образом осуществляется? У нас зоопарк, ну, можно так сейчас сказать, мы окунемся в структуру зоопарка, да? Так как у нас есть хищные животные, есть рыбы, есть птицы, есть обезьяны. То есть, структура делится на группы. И у каждой группы есть свой зоотехник, есть свои экиперы, которые ухаживают за животными. И они отвечают за их кормление, за уборку территории. Ну и, конечно же, в первую очередь здесь выполняется техника безопасности. То есть, одному заходить в вольер ни в коем случае нельзя, к любому животному. И, тем более, если там находится внутри само животное. Сначала животное перекрывается в домике, дается ему еда, а потом киперы заходят уже тогда на территорию, на само вольера и убирают там. А для посетителей какие основные критерии безопасности? Безопасность? Это в первую очередь. Значит, у нас на территории нашего зоопарка, буквально на обходе, стоит огромный стенд с правилами посещения нашего зоопарка, где прописано, что не нужно отпускать маленьких детей от себя, то есть, нужно их держать за руку, что не нужно приходить к нам в зоопарк с велосипедами, которые управляются самими детьми, а не взрослыми, потому что народу бывает много, ну, бывают и столкновения тех же самых детишек, да, и потом получается то, что наши посетители могут обижаться на нас. Очень часто мы видим, как родители ставят на парапеты своих детей. Этого тоже делать не надо. Не в плане того, что животное, допустим, достанет и нанесет какой-то вред, а в плане того, что животное может быть как-то отреагировать, а ребенок испугается, и опять-таки будет неприятность, если он упадет с парапета. То есть вот, ну и, конечно же, самое главное, наверное, я не знаю, это не кормить наших животных, не совать к ним в вольеры ни еду, ни пальцы. То есть это категорически делать нельзя. А если, допустим, знаете, некоторые любят делать там селфи с животными, тоже есть такая мода, это разрешается? Это разрешается, но, опять-таки, нужно находиться на безопасном расстоянии так, чтобы до тебя не дотянулись и не причинили какой-то вред. Скажите, а существуют ли единые стандарты содержания животных? Или, ну, поскольку у каждого животного свои правила существования, свой характер, если так можно сказать, то стандартов быть не может, и должен быть отдельный подход, если не к каждому животному, то, по крайней мере, к каждому виду? Ну, естественно, разработаны стандарты содержания животных. Это определенные размеры вольеров для того, чтобы животному не было тесно, было комфортно. Естественно, мы в эти вольеры добавляем игрушки, но для разных животных это разные игрушки. Для тех же крупных кошек, допустим, мы вешаем шины, кидаем мячики им туда. Для медведя это тоже шины, большие бревна, для того, чтобы наш Мишка Тристан мог немножко позаниматься, как мы говорим, спортом. Для того, чтобы он не засиживался, мы в эти шины и раскладываем ему батоны, яблоки, то есть чтобы он не просто ходил по вольеру, а и вставал на задние лапы. Ну, для него это тоже какая-то зарядка. Ну и можно, я сразу скажу, огромное спасибо нашим минчанам, которые откликнулись на нашу акцию. Да, действительно, Минский зоопарк попросил, ну, будем говорить так, не то что помощи, а просто предложил нашим минчанам поделиться тем, что у них есть в излишках, и старыми игрушками, которые вроде бы можно было бы выбросить просто, и все. Это вот в этом, простите, я вас перебью, в этом же контексте у нас в ВКонтакте Ирина Баркова снова спросила, слышала по радио, зоопарк просил помощи у народа. Скажите, как дружные люди откликнулись? Скоро зима, им, конечно, нужна помощь. Ну, помощь, это не то что, я не могу сказать, это помощь. Это мы просто обогащаем окружающую среду, для того, чтобы нашим обезьянкам, другим каким-то животным, было просто интереснее находиться в вольерах. То есть попросив у народа, у наших минчан, чтобы они приносили подсолнечники вместе с зернышками, мы даем возможность нашим обезьянкам как бы окунуться в свою стихию и подоставать, подобывать себе еду. Те же самые початки кукурузы, то же самое. То есть они, отгрызая колуповые вот эти вот зернышки, они как бы мышечно, будем так говорить, вспоминают те навыки, которые даны им от природы. Ну, а игрушки, да, игрушки. Большое спасибо, что минчане откликнулись, очень много сейчас принесли игрушек. На сегодняшний момент мы как бы приостановили, пытаемся приостановить поток. Почему? Потому что склады у нас довольно-таки маленькие, мы не можем принять. Ну, а через какое-то, да, время эти игрушки, ну, выйдут из строя, которые у нас есть уже. И мы с удовольствием обьявим еще раз об акции, которая также будет связана вот с игрушками. С помощью этим животным. Ну что ж, на этом снова передохнем. Номер смс-портала 3377. Вконтакте, фейсбук и одноклассники. Ждем ваших вопросов. Прямо сейчас новости середины часа. До последнего времени место зоопарка в мировой иерархии определяло количество демонстрируемых видов животных. Это неудивительно, поскольку к моменту возникновения современного типа этих учреждений, естественно, история пребывала в стадии инвентаризации. А сегодня статус зоопарков определяется качеством экспозиции и других просветительских услуг. Хватает ли этого всего в главном столичном зоопарке страны? Узнаем в полезном диалоге. В гостях у нас методист Минского зоопарка Наталья Мыслейко. Прислать свои вопросы в прямой эфир можно в виде смс на номер 3377. Мы их зададим. А также в группах Радиус ФМ в социальных сетях Вконтакте, в фейсбук и одноклассники. Они все в вашем распоряжении. Если же вам этого мало, можете смотреть нас прямо сейчас на нашем ютуб-канале. Видеотрансляция также доступна. В дебюте этой части я вот сказал, чем определяется сейчас статус современного зоопарка. В этой связи интересно, какие мероприятия, акции и праздники проводятся в Минске. У нас в зоопарке есть культурно-просветительский отдел, в котором я работаю. И мы проводим разные мероприятия для наших минчан. Так, например? Например. Например, стало уже хорошей, доброй традицией ежегодное проведение фестиваля «Экология творчества детей». Об этом просто нельзя не сказать. В этом году мы провели 12-й фестиваль. И если он раньше был только для детей-инвалидов, то на сегодняшний день это стал уже открытый фестиваль. И у нас участвуют и школы, и дворцы детей и молодежи. И, конечно же, специализированные школы. Все-таки мы не оставляем эту категорию наших деток. В этих мероприятиях, в этом фестивале, значит, мы даем определенные задания, связанные эти задания с тем, что происходит у нас в стране, какой год объявлен. И, естественно, мы ориентируемся по экологическому календарю международному. Какие дни, с какими праздниками там связаны. Ну и, конечно же, мы традиционно проводим все праздники, которые связаны и с нашим государством, и с нашим любимым городом Минском. И, естественно, такие праздники, как Новый год, Масленица, не остаются у нас без внимания. Так, а если вот буквально на кануне отмечался День города Минска? День города, да, абсолютно верно. К этому дню у нас рядом с нашим зоопарком открылась парковка для наших любимых посетителей. И теперь им не нужно будет искать место, где приткнуться, не нужно будет ставить на мосту свои автомобили. Они могут спокойно заехать на парковку, оставить свой автомобиль и прийти к нам в зоопарк, или в динопарк, или в дельфинарий. Ну и, конечно же, 3-го числа у нас прошло мероприятие под названием «Островок счастья». Вот наша участница, точнее, сегодняшнего эфира, которая прислала сообщение, что мы действительно становимся детьми, когда приходим в зоопарк. Это так. И вот наш «Островок счастья» мы дарили людям детский праздник, дарили выступления детских коллективов, детки сами вели, то есть на нашей базе вот проходил такой замечательный концерт. И в то же время наш кружок «Кони и пони» показали программу «Лошади, покорившие наши сердца». То есть эта программа была приурочена к Дню лошади, который отмечается в конце августа. Ну и еще нужно сказать, что у нас проходят не просто праздничные мероприятия, не только, точнее, а еще и проходят образовательные мероприятия для наших школьников. В среде учебного года мы проводим тоже образовательные мероприятия, связанные с экологией, связанные с биологией и младшие научные сотрудники наши с удовольствием встречают детей и рассказывают им о тех животных, о их повадках, о их пристрастиях, так сказать, вот именно на этих мероприятиях. На вашем сайте видел раздел такой, называется «Наши кружки». Вот тут написано, я специально сейчас открыл то, что на базе зоопарка работает биологический кружок. «В мире животных». Вот что это такое? Значит, это кружок «В мире животных» ведет младший научный сотрудник Бодрова Елена Ильинична. Он проходит два раза в неделю. Детки могут записаться с шестого класса. Это бесплатно? Это бесплатно, абсолютно, да. Они приходят к нам, Елена Ильинична проводит с ними занятия. В каком плане? То есть она им рассказывает о биологии животных. Они изучают их, значит, биологию. И в то же время они с удовольствием помогают нашим зоотехникам, нашим гиперам по своей возможности. То есть есть у нас такой отдел «Виварий». Там разводят для откорма грызунов. И там они и меняют бутылочки, моют бутылочки, допустим. Или же они ходят, рвут траву для каких-то копытных животных. То есть посильная помощь тоже оказывается. Такой вопрос. Сколько человек ежедневно посещает Минский зоопарк? Ну, можете точно не говорить, но приблизительно интересно. Ну, давайте на фоне, так сказать, прошлого года я скажу то, что мы за прошлый год в конце осени встретили своего миллионного посетителя. То есть миллион человек в год у нас прошло. То есть больше даже получается, если осенью. Ну, это где-то 2700 человек в день примерно. Очень солидная цифра. Да, может быть даже и больше. Ну, конечно же, нужно сказать, что зимой немножечко посещаемость у нас падает. Видимо, это связано все-таки и с погодой, с нежеланием в какую-то слякотную погоду выходить из дома, выводить детишек. Иногда бывает, конечно, эпидемия, будем так говорить, гриппа или еще что-то. То есть люди как-то стараются регламентировать свои посещения. Ну, а больше всего посетителей, я так полагаю, летом. Абсолютно верно. Когда и туристы есть. И туристы есть, и когда жарко, когда тепло, когда дети на каникулах. Ну, тогда у нас действительно очень много посетителей. И мы им всегда рады. В связи с этим такой вопрос про цены на билеты. Сколько стоит разовое посещение зоопарка? И про варианты приобретения также. У нас билеты в зоопарк стоят 60 тысяч. Сюда же входит все. У нас часто люди звонят, говорят, а там еще аквариум, террариум, экзотариум. Все это входит, все это зоопарк. 60 тысяч. Это 6 рублей. Да, на сегодняшний день. Ну и нужно сказать то, что детки до 5 лет, до исполнения 5 лет у нас проходят бесплатно. Как к нам в зоопарк, так в динопарк и в дельфинарии. Но в дельфинарии без предоставления места. То есть ребенок сидит у родителей до 5 лет. До исполнения 5 лет. Чтобы все услышали. Другой вопрос. Чем кормят животных и кого можно кормить, собственно? Чем кормят животных? Вопрос это насущный, так сказать. Нам его задают очень много. И для того, чтобы мы просветительский отдел просвещали наших минчан, мы делаем показательное кормление животных. Вот у нас есть показательное кормление пираний, медведя, ягуаров. То есть люди могут в определенный день, в определенное время прийти и посмотреть, чем же и как кормят наших животных. Это делается для того, чтобы люди видели, что можно животному давать, а что нельзя давать. И в то же время, значит, эта наглядность, она как бы приближает немножечко человека к природе. То есть мы показываем натуральную еду, так сказать, наших животных. И еще хотелось бы сказать, что мы своих животных кормим по рационам, разработанным московским зоопаркам. То есть в разработке этих рационов принимали участие биологи, ветврачи и диетологи, потому что животные не более активны, то есть активности такой нету. И иногда приходится животных сажать на небольшую такую диету. Вот. И, конечно, хотелось бы еще раз обратиться к нашим посетителям. Не кормите, пожалуйста, животных, потому что они получают весь полный рацион, который необходим для их жизни. Ну, а на вопрос, кого можно кормить, я отвечу так. У нас есть контактная площадка, называется висковая седиба, где вы можете прийти... Это деревенская усадьба, висковая седиба. Да, деревенская усадьба. Вы можете прийти и погладить козы, чековечек, и в то же время покормить специальным кормом, который сейчас мы продаем рядом со входом на эту площадку. Наталья, скажите, а делятся ли животные по характеру, например, вот на вредных или покладистых, как у человека? Ну, вы знаете, мы их в силах очень любим, поэтому для нас вредных животных нет. Но, тем не менее, если брать характер каждого... Ну, вы знаете, мы все тоже хороши бываем, да, люди. С одной стороны, вроде бы мы и мягкие, и пушистые, а с другой стороны, бываем и вреднее, чем. Поэтому, ну, в зависимости от настроения, у них тоже действительно есть свое настроение. Например, вот у нас есть рысь-сквош. Он с утра лежит лицом, смотрит из вольера. Как только появляются посетители, он к ним поворачивается спиной. Ну, ничего мы с этим сделать не можем. Ну, вот такой вот он у нас загадочный. Давайте поговорим про пополнение животных в неволе. Интересно, как часто происходит и происходит ли это в вашем зоопарке? Как часто рождаются ли у вас новые питомцы? Да, мы каждую весну встречаем наше пополнение. В первую очередь это, конечно, копытные. Это наши козочки-овечки приносят приплод. В этом году у нас появился маленький як. потому что он нам добавляет гордости. Муфлоны родились, европейская лань. Ну, и нужно сказать, что среди хищников тоже у нас есть пополнение. Мангуст в этом году родился, желтый, полосатые мангусты родились и насуха. Ну, и нужно сказать, что у нас есть такое экзотическое животное, как индийский дикобраз. И в августе у нас появилось потомство девочки и мальчик. Чувствуют они себя сейчас хорошо. Они покрыты иголками, несмотря на то, что они еще очень маленькие. Мама их защищает как только можно. Ну, на время мы их, конечно, отсадили от самца для того, чтобы он не причинил вреда им, несмотря на то, что это грызун. Ну, и нужно сказать, что характер у них уже проявляется тоже. Маленький дикобразик топает ногой, уже как взрослый, защищает свою сестренку, перекрывает ее так, чтобы ее не обидели. Мы видели этот момент. Ну, в общем-то, любые дети вызывают только умиление. И вот подводя, так скажем, резюмируя то, что вы сказали, могу сказать, что, опять же, довольно много получается. Это вот за один год вы назвали, а предыдущие ведь тоже наверняка было. Конечно, у нас рождались обезьяны в прошлом году, красная мартышка или мартышка гусар, родился капуцин маленький, то есть довольно-таки приплод у нас. Это помимо, опять-таки, копытных, которые приносят ежегодно свой приплод. Вот мы еще таких экзотических животных тоже получаем. Давайте проясним, как у вас происходит фото- и видеосъемка, что можно, а что нельзя. Фото- и видеосъемку мы разрешаем всем, но единственная ко всем просьба не снимать со вспышкой. То есть неважно, это в помещении, не в помещении, потому что глаза животных устроены немножечко по-другому, и вот эти вот вспышки, они только вредят здоровью наших животных. А можно ли забрать или купить каких-то животных? Экзотических животных мы не продаем. По весне, опять-таки, у нас, если рождаются много, допустим, хомячков, это, пожалуйста, можете приходить, мы обязательно даем объявление у себя на сайте. ну, и такое животное, как хорек, стало очень модным, и к нам очень часто обращаются для того, чтобы приобрести хорьков. И встречный вопрос наоборот, часто ли приносят вам животных, и можно ли это делать, и, собственно, каких вы принимаете? Вот это очень сложный вопрос, и, так сказать, на него ответить однозначно очень сложно. Почему? Потому что у нас есть постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 года за номером 610, где нам, где говорится о том, что изымать из природы просто так какое-то животное, это невозможно. То есть на это должно быть разрешение определенного органа. Поэтому когда нам звонят и просят вот мы нашли там птичку, вот мы нашли там зайчика возьмите, мы не можем принять в первую очередь опять-таки из санитарных норм, потому что это животное находилось в природе и неизвестно, если у него какое-то заболевание нет, а у нас извините 500 видов и если мы занесем какую-то болезнь на территорию зоопарка, мы можем потерять очень дорогих нам животных. Поэтому в первую очередь, если вы дорогие минчане и гости нашли какую-то птицу или какое-то животное, вы посмотрите, если оно совершенно здорово, будем так говорить, нет никаких внешних видимых повреждений, вы оставьте его, пожалуйста, там, где оно находится. А если уже действительно там видите, что какие-то повреждения есть, необходимо сообщить либо в МЧС, либо в Минприроды, либо это лесничество. но есть же какие-то альтернативы все равно, должны же быть. Мы можем только с разрешения Минприроды и с разрешения этих органов принять у населения какое-то животное. Если они дают направление, будем так говорить, к нам, то тогда мы с удовольствием примем его. Другой вопрос, как устроиться работать в зоопарк и вообще как подбираете сотрудников для работы с животными? У нас на сайте есть раздел вакансии, Да, вакансии. И там на сегодняшний день, на любой день прописаны те вакансии, которые действительно существуют на данный момент. Ну и, конечно же, если это работа связанная с животными, то, конечно, хотелось бы, чтобы было какое-то специализированное образование. Нужно, да. То есть, несмотря на то, что это либо рабочий по уходу за животными, либо за техники, если то, тем более, значит, необходимо образование либо биолога, либо зоотехника, либо хотя бы эколога, для того, чтобы все-таки знание о природе и о жизни тех или иных животных у человека было бы какое-то представление. В 1997 году, если я не путаю, уже 19 лет прошло, как Минский зоопарк стал членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, в которую входят более 70 зоопарков, центров разведения животных, зооботанических садов и экологических центров России, стран СНГ и Балтии, Чехии, Словакии, Израиля. В чем заключается членство в данной ассоциации? Вот благодаря членству в Яраза мы можем обмениваться между зоопарками, животными, для того, чтобы не было близкого скрещивания между собой, для того, чтобы получать здоровое потомство. Вот это нам как раз дает Яраза. Какие забавные случаи слышали или, может быть, видели сами, вообще, кралили животные вещи посетителей при тех же селфи, там, я не знаю, может быть? Ну, конечно, забавных случаев бывает много, всех их сразу не упомнишь, но в основном это случается на контактной площадке, когда люди, отдавая все свое внимание телефонам, не смотрят то, что наши любимые козочки подходят и начинают поджевывать либо шнурки, либо платья, либо сумки, ну, такое вот бывает. Сейчас популярные стали так называемые контактные зоопарки, то есть такие места, где разрешается трогать и кормить зверей. Как вы к этому относитесь и планируется ли что-то подобное у вас? У нас такого не планируется, у нас есть вот единственная контактная площадка, где мы разрешаем контактировать с животными, с домашними животными, но ни в коем случае не с дикими, потому что, во-первых, я считаю, то, что дикое животное должно оставаться диким, и мы своих животных не приручаем, не вторгаемся на их территорию со своими ласками, со своими там какими-то амбициями для того, чтобы потрафить себе, вот я погладила того, я погладила того, поэтому я считаю, что у животного опять-таки должно быть и домик для укрытия, я, насколько знаю, в этих контактных зоопарках такого нет, то есть они постоянно находятся на людях, а наши животные, мы их специально не выгоняем из клеток, то есть домики для укрытия не перекрываем, они в любой момент могут зайти и отдохнуть, что и случается в основном вот днем, когда жара, утром все животные активны, ближе к обеду они спокойно уходят в домики для укрытия и там отдыхают. Такой вопрос, как вы относитесь к цирковым зверям и вообще к дрессуре животных? Ну, это уже вопрос лично вам. Ну, где-то и сложный вопрос, да, ну, вот я склоняюсь все-таки к тому, что Тереза Дурова была права. В каком плане? Любовью и лаской можно добиться всего. Если это так, если это в цирке именно так, я не знаю, как в закулисье я не была, поэтому сказать ничего не могу. Если это происходит именно так, я просто рада за цирк. Если это происходит по-другому, ну, конечно, берут сомнение. Ну, что же, время нашей программы подходит уже неминуемо к концу. Я, пожалуй, последний вопрос задам, вернусь. Если вы помните, мы обсуждали цены на билеты, и вот я тогда еще второе, как вторая часть вопроса, была о вариантах приобретения. да, вы все-таки не ответили, поэтому сейчас... Значит, билеты можно приобрести непосредственно у нас в кассах. На сегодняшний день открыт, так как открылась стоянка, открыт дополнительный вход через Динопарк, и там можно приобрести либо единый билет за парк-динопарк, который стоит 100 тысяч, либо, допустим, можно посетить только Динопарк за 60 тысяч, и только зоопарк за те же 60 тысяч. Я вернулась к старым ценам по 6 рублей. Ну и, конечно же, можно приобрести через интернет билетки бай. И вопрос тоже в тему на смс-портал пришел, пользователь спрашивает, слушатель, действуют ли льготы или нет? Льготы действуют у нас только для инвалидов, к сожалению, первой и второй группы, поэтому остальные, вот третья группа у нас как-то получается, мы не можем предоставить им такую льготу, но, к сожалению, это так. Ну что ж, на этом будем прощаться, прощаться со слушателями, прощаться с вами, Наталья. Мы, это автор и ведущий Андрей Ковалев и методист Минского зоопарка Наталья Мыслейко. Всего хорошего, до новых встреч. Спасибо большое. Приходите к нам в зоопарк, особенно зимой, когда вам негде согреть свою душу, наши животные вас согреют. До свидания. Интересные гости, важные темы, компетентное мнение, полезный диалог, каждый будний день, только на Радиус ФМ.